Книга пророка Малахи Книга пророка Малахи Книга пророка Малахи Технические подробности Сколько нам важен смысл этой пророческой книги А он, пожалуй, действительно Не просто стоит Вот последним в ряду Хронологии, но стоит заключительным В ряду Разных идей, положений, высказываний Которые в этом тексте присутствуют В Ветхом Завете Много о чем В Ветхом Завете много всего И мы не раз отмечали разные повторяющиеся сцены, и мотивы, и сюжеты, и тенденции. И вот некоторые из них Малахия как бы закругляет и подводит к такому итогу, ответом на который, собственно, и служит Новый Завет. Но больше, наверное, предисловия я произносить не буду, а вот первая глава в моем собственном переводе сейчас прозвучит с моими комментариями. Обличение, сказанное Господом Израилю через Малахию. Отдельное даже слово там используется – обличение, а не просто пророчество. И в чем оно заключается? Вот давайте подождите, подождите, я не буду читать. Представьте себе, Господь обличает Израиль. Сейчас начнется. Вы там язычники, идолопоклонники, у вас там безобразие творится, разврат, вы обижаете слабых, вы не забудьтесь о бедных. Вот необычный Малахия в этом смысле. Он не повторяет того, что другие пророки уже сказали. Он выводит этот диалог на какой-то новый уровень. «Я возлюбил вас, Господь сказал». Давайте просто послушаем это выражение. «Я возлюбил вас, Господь сказал». Обличение. Не вы, народ негодный, вы, мятежники, развратники, распутники, идолопоклонники, что у других пророков просто тоннами. Вот если есть опыт глубокой ссоры, глубокой обиды на близкого очень человека. «Я тебя люблю, что же ты делаешь со мной?» Вот это те слова, которые звучат здесь. «Я возлюбил вас, Господь сказал, а вы говорите, в чем любовь твоя?» Вот опять-таки, вот просто как люди, которые имеют опыт любви, да? Наверное, каждый имеет, кто старше там трех лет. Да и младше трех лет имеет, просто выразить его не может. Опыт любви к своим родным и близким, к маме. Самое страшное, когда твою любовь отвергают, когда ее не видят, когда ее не признают существующие. Ее могут не разделять, это не очень страшно. Ее могут как-то вот, ну, так принимать как должное, но когда ее не видят, когда ее не принимают, это действительно ужасно. А вы говорите, в чем любовь твоя? И дальше очень странные слова, которые нуждаются в каком-то истолковании. Разве Исаф Иакову не брат? Исаф и Иаков два брата, Авраам, Исаак, а дальше Иаков и Исаф. Двое детей родились, они причем близнецы, то есть все практически одинаковое. Но один унаследовал благословение отца, второй нет. Там долгая и сложная история, не буду пересказывать. И Малахи вдруг говорит следующие слова, отчасти повторяя то, что сказано в бытии, резюмируя как бы это. Разве Исаф Иакову не брат? Вот что Господь произнес. Иакова я возлюбил, а Исафа отверг. Ну, даже в старых переводах говорится возненавидел, но возненавидел это очень сильная эмоция, злоба, ярость и гнева. Здесь ее нет, здесь именно избрание и отвержение. Ну, как, допустим, мужчина полюбил девушку и сделал ей предложение, всех остальных он отверг. Или девушка вышла за одного, всех остальных отверг. А вот так и здесь. Иакова я возлюбил, а Исафа отверг. Горы его в пустошь обратил, удел его шакалам пустыни дал. А имеется в виду народ и дома, который вот Исафа происходит. И даже дальше. Скажет и дом, мы разорены, но отстроим разрушенное, все вернем. Так Господь воинство ответит, они отстроят, а я разорю. Назовут их страной зла. На этом народе Господень гнев останется навек. Вот странно, он говорит о своей любви к Израилю, потомка Моакова, Яков и получил имя Израиля. При этом он говорит не про любовь к ним, а про то, как он отверг другой народ. Про то, как другой народ он обездолил, про то, как он лишил его какого-то хорошего образа жизни. Что же в этом любовного-то? Ну, для сравнения, смотрите, вот только вы мои, только с вами я как со своими детьми, только вас я берегу на каждом шагу, а у них все как-то совсем иначе, вот как могло бы быть без них. А вы не понимаете этого, да, вот как ситуация неблагодарного ребенка, который принимает за должное все то, что для него делается, который не замечает любви своих родителей. Вот что-то вроде этого. И глядя на это, Израиль должен сделать выводы, увидит это ваши глаза и скажет, вы велик Господь, превыше границ Израиля Он. Превыше границ Израиля, то есть его власть распростирается за пределы Израиля. Ну, приятно, уютно так думать. Вот Израиль думает, это наш маленький такой божок, вот собственный. А глядя на окружающий мир, можно заметить, что его действия в этом мире тоже есть. Дальше слова, очень похожие на Исаию. Сын почитает отца и раб господина своего. Только у Исаии было вол и осел. Да, вот они, бессловесные животные, ну, хотя бы кормушку знают. Да, любое животное, если его кормят, в одном месте знают, где кормушка. Но Господь не удовлетворяется у Малахи отношениями вала и осла. Ему нужно сыновнее отношения с израильтянами. Если я отец, то где же почет? Если ваш господин уважение, где? Легко произносить слова «Отче наш», которые, в общем, христиане произносят по нескольку раз на дню. Но проявить это на деле. Отнестись к Богу, как действительно к Отцу. И вот это очень резкий упрек. И дальше он его объяснит. Так говорит Господь воинств, ну, Господь Савао, Господь небесных ангельских воинств, вам, священникам, что презирают имя мое. А священники, как те, кто должны были бы в особой мере его хранить, беречь, почитать, и вот к ним обращена наиболее горькая часть этого упрека. «Скажите, как презираем мы имя твое? Приносите на жертвенник мой недолжную иду, и говорите, как презираем мы имя твое. Господню трапезу ничтожной зовете, приносите в жертву слепой, разве это не зло? Приносите хромой и больной, разве это не зло?» Священники, прежде всего, приносят жертвы. Это главная роль в Ветхом Завете. И вот эти жертвы, они приносят, ну, плохенькие, какие не нужны. Вот больной барашек, там, какой-нибудь слепенький, хроменький. Ну, самим нам он не нужен, отдадим его в храм на жертву. Конечно, это может быть каким-то внешним, мы скажем, фу, ритуализм, фу, какая-то тут здесь привязанность к внешним обрядам. А вот, как вы поймете отношение человека? Вот у вас день рождения, и он пришел с подарком, и он принес что-то такое, что ему совершенно не нужно. Какой-то испорченный, бракованный предмет, который он бы иначе выкинул. Или он подарил вам действительно что-то ценное, дорогое, лучшее. Вот, собственно, и ответ на вопрос, как он к вам относится. И жертва в Ветхозаветном храме, вот, это показатель, это не только ритуал, который нужно выполнять, но это и показатель этой самой любви, показатель отношения. Подари такое наместнику, благосклонный ли примет он дар, исполнит ли просьбу твою. Наместник, ну, то есть, Иудея управлялась персидскими наместниками в то время, то есть, скорее всего, это до эллинизма, до середины 4 века. Это еще персидская империя. И, конечно же, к начальнику с дешевым подарком, с тем более чем-то ненужным, сломанным, бракованным, никто никогда не пойдет. Так говорит Господь воинств, молите Бога, помилуй нас. С такими приношениями послушают ли вас? Так говорит Господь воинств, лучше бы один из вас двери затворил, на жертвенники впустую не жгли бы огня. Имеется в виду двери храма. То есть, чем служить, вот, абы как, чем заниматься ерундой, чем приносить жертву негодное, лучше просто закрыть лавочку. Лавочку под названием Иерусалимский храм. «Недоволен я вами, Господь воинств сказал, приношение из ваших рук не приму. От востока солнца и до запада велико средь народов имя мое. На всяком месте будут мне воскурять чистые дары приносить, ибо велико средь народов имя твое мое». То есть, храм – это, конечно, хорошо, но Господь не ограничен храмом, Господь не обязан принимать жертвы приношения именно в храме. Это может произойти где угодно. И вот уже порог Нового Завета, да? Вот уже слышны шаги Иисуса, который приходит в Иерусалимский храм и начинает говорить о том, что больше храма, о том, что больше этого ритуализма. Он не отрицается у Малахи. Конечно, нет. Более того, подчеркивается его значение, но значение не ритуалов, как какой-то автоматической способности привлечь Господне благословение, избежать Его наказания, сделать Его своим распорядителем, сделать Его своим исполнителем своих желаний, да? Но как именно дар, как жест любви, как стремление в чем-то проявить себя. Ну, а как мы проявляем свою любовь юношек, девушки на свидание с букетом цветов идет, а не с ржавым ведром, который он на помойке нашел, и вместо того, чтобы выкинуть, приносит его девушке, да? Ну, только если они любят винтажные вещи, может быть, тогда, но тогда это ведро для нее ценность. Вот, собственно, и все. Тоже же внешняя вещь. Букет цветов, ничего особенного. Так говорит Господь воинство. А вы оскверняете его трапезу Господню, объявляя нечистой, ничтожной пищей для нее. Ну, то есть, видимо, какое-то смешение того, что посвящено Богу, и того, что нечисто, того, что, в общем, просто нельзя даже есть. И, может быть, здесь такая какая-то вот усталость от ритуализма. Но усталость бывает разная. Бывает усталость от ритуализма священников вот этих самых ветхозаветных, и не только ветхозаветных, когда начинается такой цинизм. Ну, вот давайте мы там абы как, стяп-ляп, чтобы вот это все. А бывает иное, бывает преодоление границ ритуализма, да, когда, да, обряды не очень важны, потому что есть более важное. Вот ради чего? Ради преодоления в пользу цинизма, отказа от этого служения, или ради выхода за его формальные пределы? А еще, говорите, тяжкий труд, а сами плюете на него, то есть не исполняете обязанностей. И так, говорит Господь воинство, приносите, что отняли у других. Ну, это, безусловно, нельзя делать подарок, отобрав у другого человека. Хромое или больное? Вот ваш дар. Благосклонно приму ли его от вас, говорит Господь? Ну, соответственно, хромое или больное не нужно. Проклят, хитрец. Он дал обед. Обед – это не обед, а обед. Это, когда человек обещает Богу принести некоторую жертву или совершить некоторые действия в случае, если что-то произойдет. Да, иногда просто так, вот через некоторое время. Проклят хитрец. Он дал обед. Хороший баран в его стаде был, а владыке своему он увечного принес. Я великий царь, говорит Господь воин, стрепещут народы пред именем моим. Ну, и, соответственно, конечный пассаж на случай, если вообще забыли, кто с вами разговаривает. Ну, а во второй главе продолжится эта тема.